Здравствуйте! В прямом эфире телеканала ЖТСУ программа «Сегодня» в студии журналист Антон Хатиновский. И мой сегодняшний гость, директор филиала фонда социального медицинского страхования по Алматинской области Атаргалиев Нурлан Танжарикович. Добрый вечер! Добрый вечер! О страховой медицине казахстанцы уже знают, то есть был такой опыт. Однако про этот опыт оказался не слишком успешным, не слишком удачным и вызвал очень много критики и недоверия со стороны казахстанцев. Расскажите, что такое нынешний фонд социального медицинского страхования и что он предлагает застрахованным гражданам, на что мы, собственно говоря, теперь можем рассчитывать? Касательно опыта, ранее которой была внедрена данная реформа, всегда надо понимать, что любая реформа, которая внедряется в государстве, всегда имеет положительную и отрицательную сторону. Тем более данная реформа является социальной реформой. И нельзя относиться так критически, там были свои положительные моменты. То есть в 96-98-е годы за счет вот этих дополнительных вливаний финансовых средств нам удалось сохранить сеть здравоохранения. Это во-первых. Во-вторых, нельзя сравнивать экономическую ситуацию 98-го года и сейчас то, что мы имеем. Но если смотреть, чем занимается фонд и механизм работы, фонд социального медицинского страхования – это государственная система, то есть которая защищает социальные интересы в сфере охраны здоровья граждан, обеспечивая равный доступ населению медицинской помощи или лекообеспечению. И основными, где принципием является солидарная ответственность государства, работодателя и работника. Данная система не сегодня, не вчера появилась, берет начало еще с 19-го века. Это был железный канцлер Германии, Бисмарк, Оттофон, вы знаете. И в 1881 году он впервые внедрил в государстве, в Германию, данную систему, где взнос оплачивал работодатель и работник. И эти принципы до сих пор сохраняются во всех странах Европы. Эти принципы соблюдаются и были определенные видоизменения, но основной принцип сохранился. Данная система работает практически во всех странах. Изучая опыт зарубежных стран, пришли к выводу, что у нас будет смешанная модель. То есть бывает система государственная, где, например, Великобритания, Италия, Испания, там только за счет налогового обеспечивается финансирование. Есть система страхования, где Европа работает, и есть частное страхование. Частное, как вы знаете, это Соединенные Штаты Америки, там тоже свои плюсы и минусы есть. И изучая опыт более 50 стран, пришли к данной модели обязательно социально-медицинское страхование, где свои обязательства государство полностью также исполняет. То есть есть пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, есть пакет обязательного социально-медицинского страхования. Что включают данные пакеты? Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи включает в себя скорую медицинскую помощь, все социально значимые заболевания, полный пакет услуг, начиная от диагностики, заканчивая обеспечением лекарственными средствами. и услуги медико-санитарной помощи поликлиникой. Довречебная помощь, квалифицированная помощь до уровня вопрощей и педиатров участковых. Далее идет пакет обязательного социально-медицинского страхования. Этот пакет доступен для тех лиц, у кого статус застрахован. В этом пакете консультация узких специалистов, плановая помощь, профилактические осмотры, также ликобеспечение. Учитывая все это, то есть сейчас полномасштаб, вы знаете, с 1 января данная система внедрена в Казахстане, закон был принят. И данная система, мы сейчас уже видим результаты работы, что мы правильно двигаемся. Например, если сравнить статистически, как я ранее говорил, что дает данная система, это равный доступ к медицинской помощи населения. Независимо, какой у тебя корма. Имеешь ты миллионы или не меньше. Независимо от пола, независимо от возраста, независимо от социального статуса. То есть все имеют доступ к медицинским услугам. И по сравнению даже мы посмотрели, вот те дорогостоящие виды услуг, допустим, скажем, магнитно-резонансная томография. Если в прошлом году получили данные услуги по нашей Алматинской области где-то 1200 человек, а в этом году более 9 тысяч. То есть 9 раз показывает рост потребления данных услуг. То есть, что говорит о доступности. Да, в рамках пакета ОСМС. То есть это очень выгодная альтернатива платной медицинской помощи. Изначально цель одной из задач была снизить карманные расходы населения. По статистике, если общий бюджет здравоохранения брать, 40% составляло карманные расходы. То есть платные услуги. Платные услуги. Сейчас мы видим тенденцию, то есть снижение платных услуг, увеличение рост по пакету ОСМС. Почему выгодно? Как ранее сказал, оплачивая всего для сельского на поселение, например, 1350 тенге в месяц и получить полный пакет услуг по ОСМС, это очень выгодно. Поэтому мы призываем всех всегда следить, то есть смотреть свой статус страхования и застраховаться. Скажите, пожалуйста, вот что делать? Вот вы сейчас сказали, что для сельской местности такая цена, для городских жителей такая. Что делать домохозяйкам, матерям, допустим, находящимся дома по уходу за ребенком в декрете, для того, чтобы получить вот эту медицинскую помощь в гарантированном объеме? И как им застраховаться? Должны ли они идти страховаться прямо сейчас же, либо пока еще как-то? Ну, вернемся вот к пакету ОСМС. Если говорить о домохозяек, есть 15 категорий льготных граждан, категория, за которых оплачивает государство взносы. Помимо пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, чтобы те лица, которые входят в эти 15 льготных категории, они также имеют доступ к пакету ОСМС. За них оплачивает государство. Домохозяйки, которые находятся в декретном отпуске, либо по воспитанию ребенка до трех лет, за них оплачивает государство. И при этом им не надо никуда бегать? То есть они автоматически бегают? Они автоматически определяются в информационных системах и получают доступ ко всем пакетам. И уже после завершения вот этого трех лет? По завершению, да, трех лет, то есть она должна уже выбрать либо как самозанятый, если на работу выходит тогда работодатель и 1% заработной платы будет удерживаться. Если самозанятый платежик, тогда будет платить можно, значит, форма единая совокупный платеж, который составляет 1 МРП для городского населения и 0,5 для сельского населения. То есть достаточно выгодная система, которая должна быть успешной, судя по всему. Ведь порой одна медицинская услуга может покрыть все расходы, которые мы выплачиваем за год. Скажите, возникает и другой вопрос. Мы привыкли к тому, что нас врачи направляют. Дали направление, ну иди вот в эту клинику, иди вот туда. Вот скажите, может ли пациент самостоятельно теперь выбирать медучреждение, если ему дали направление на такие вот услуги в одну организацию, он говорит, я не хочу туда, я вот хочу вот в эту, вот сюда, мне здесь ближе или может быть дальше, но там лучше. Ну, в нашей системе есть выбор, свободный выбор пациента. То есть, если пациент выбирает клинику, основным условием для оказания услуг данная клиника, куда он хочет, должен быть в базе поставщиков потенциальных фонда, должен иметь договор, да. Например, в поликлинику пришел человек, поликлиника направляет в определенную клинику для получения каких-то услуг. Если пациент не согласен, у нас тут срабатывает принцип, то есть деньги идут за пациентом, свободный выбор пациента, и врач направляющий должен направить туда, дать направление и автоматически будет сформироваться договор соисполнения, с поликлиникой, кто направляет, которая. И оплату мы через поликлинику, мы покрываем все расходы. То есть, взаимосвязь существует? Взаимосвязь есть. Ну, вот если с гражданами Казахстана все более-менее понятно. В той или иной степени, допустим, выезжая за границу, ну, я утрирую, да, допустим, и, не дай бог, мы там где-то заболели, зачихали, закашляли, и нам, естественно, надо обратиться к врачу. Такая же ситуация у иностранных граждан, которые здесь бывают, у нас, в Казахстане. Как им? Могут ли есть среди них те, кто имеет вид на жительство, есть, кто просто приехал там по работе, по делам, по каким-то... И человек, ну, вот, не дай бог, заболел. Что ему делать? Будет ли ему оказана помощь или ему ехать домой? Кто имеет вид на жительство? Да, это считается постоянно проживающие лица, иностранные лица. Согласно Кодексу о здоровье народа в системе здравоохранения, они имеют полное право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Если гражданин еще работает и делает взносы, статус у него за страховым, он также имеет наравне гражданами Республики Казахстан, имеет равный доступ к данным медицинским услугам. А те лица, которые временно проживающие, ну, есть у нас международное соглашение, то есть страны СНГ, до стабилизации состояния, если экстренно поступает пациент, это также в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи оказываются все медицинские услуги. Ясно. Вы знаете, не секрет, что есть такое понятие, как волокита. То есть, когда человек приходит, вот ему надо пройти анализы буквально. Вопрос жизни и смерти. Медицина ведь вещь такая. Там достаточно серьезные вопросы. Всегда касаются жизни и смерти пациента. И человеку говорят, вот надо тебе пройти, к примеру, компьютерную томографию легких, как сейчас вот, вот самовостребованная. А ему говорят, в очередь, дорогой мой, сможете пройти через полтора месяца, к примеру. Как человеку поступать в таком случае? Что ему делать? Куда обращаться? Ждать полтора месяца? А ведь полтора месяца не факт, что доживет. Здесь хочу чуть-чуть поправить, да, ремарку сделать. Если состояние экстренное, любой вид услуги оказывается экстренно. Если это плановая диагностическая услуга, тогда пациент, опять-таки, может выбрать другой центр, где мало очереди, куда можно через неделю, да, вот пройти данное обследование и направление принести туда и обследоваться. Там также срабатывает механизм автоматического формирования договора соисполнения, с поликлиникой и с данным центром. Скажите, о поиске вот эти пациенты должны вести самостоятельно, учреждение альтернативного, то, куда его отправили? Да, свободный выбор пациента, но одним из условий, как я ранее говорил, данные поставщик медицинских услуг должны быть в базе данных фонда. Для чего данная база существует, то есть, начиная с правосновательных документов, что фонд должен знать, что данная клиника соответствует всем требованиям оказания медицинских услуг. Скажите, а много ли, все ли медицинские учреждения взошли вот в эту программу государственную, страховательную? По Алматинской области, вот по 2020 году у нас 70 поставщиков имеется, в том числе и частные. Процентом соотношения, скажу, где-то 33% – это частные медицинские центры, которые участвуют именно в этой системе. Но по базе поставщиков, если в базу поставщиков определенная клиника зашла, то также они имеют право оказать медицинские услуги в рамках договора соисполнения. Для этого тоже имеются какие-то определенные требования к медицинским учреждениям? Да, при включении в базу данных данная клиника должна иметь лицензию, конечно, все правосновающие документы, начиная от помещений, заключения санэпидемслужбы, кадры мать техоснащения и так далее, то есть чтобы это обеспечивает, гарантирует полный объем и качество оказания медицинских услуг. Вы знаете, одна из сфер медицины, которая немножко, скажем, всегда оставалась в стороне и в большинстве случаев является, наверное, и сейчас остается платной, это услуги стоматологические. Вошли ли данные услуги в программу страхования и может, к примеру, воспользоваться своей страховкой для того, чтобы ребенку как-то подлечить зубы, сделать какую-то эстетическую операцию, что-то там, я не знаю, выровнять зубки, к примеру, брекеты поставить новомодные. Касательно стоматологических услуг, если помощь плановая и экстренная, до 18 лет беременным и детям оказывается в рамках пакета ОСМС. За исключением, вот как вы ранее сказали, брекеты, это носит задачу эстетического характера. Это уже выходит за пределы пакета ОСМС. Это будет платно оказываться, брекеты, какие-то пластические операции эстетического характера. А те врожденные, если дефекты, тогда это в рамках пакета ОСМС будет оказываться помощь. То есть, если хочешь какой-то апгрейд, улучшить себя, то плати за это деньги, естественно. Хорошо. Скажите, вот на сегодняшний день на учетах медицинских организаций состоит масса людей с различными заболеваниями. Они получают лекарственные средства, то есть приходят гипертоники, сердечники, приходят к участковому терапевту и терапевт каждый месяц подошло число в число, в день в день, выдает им вот этот список гарантированных государством бесплатных, я опять же таки скажу, лекарств. Скажите, пожалуйста, может ли прекратиться их выдача, допустим, по случаю отсутствия страховки? Ну вот не застраховался человек, статус у него не застрахован, а лекарства ему нужны. Будут ли правомерные действия того же терапевта или врачей, которые скажут, нет, дорогой, мы тебе таблеточки не дадим. Так врач не скажет. Если пациент состоит в регистре диспансерных больных, которые требуют динамическое наблюдение, как опять-таки ранее сказал, это пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, которая полностью покрывает расходы государства. Все социально значимые заболевания, полный пакет услуг, диагностика, медицинская помощь, лекарственное обеспечение, в том числе входит пакет ГОБМП. Обязательная помощь. Обязательная помощь. Несмотря на статус застрахованного. Несмотря на статус. Мы всегда подчеркиваем, то есть гарантированный объем бесплатной медицинской помощи никто не отменял. Государство оставляет за собой обязательства в рамках ГОБМП, и всем оказывается помощь по пакету, независимо от статуса застрахованности. Вот мы говорили об учреждениях медицинских, когда человек сам выбирает услуги. Сегодня у нас сложилась такая тенденция, что люди у себя в городе, у себя дома, на месте, в районе где-то, не хотят делать, хотят, ну там есть специалисты, есть условия, есть тоже новейшее медицинское оборудование, которым сейчас оснащены все наши медицинские учреждения и продолжают оснащаться благодаря выделенным бюджетным средствам из нашей области. Но, тем не менее, мы почему-то все хотим, если на операцию, то непременно либо в Алмату, либо в Нур-Султан, там специалисты получше. Вот могу ли я, будучи застрахованным, отказаться, вот мне сказали, вот есть вот в Талдыкургане, вот по месту твоего жительства, есть, во-первых, такие же услуги, ты можешь там провести, мы тебе можем операцию. Но я хочу поехать туда. Могу ли я, будучи застрахованным, и может ли любой застрахованный человек, поменять географию, то есть место, где ему будут делать ту или иную медицинскую услугу? Абсолютно имеете право. Тут срабатывает рыночный механизм, деньги идут за пациентом. Если по свободному выбору пациента, пациент хочет получить медицинскую помощь, либо какие-либо операции, вот в Нур-Султане, в Караганде, там, в Атрау, на это имеют полное право. Для этого организация ПМСП при направлении через, есть портал бюро госпитализации, информационная система, туда ставится, и туда направляется данный пациент. То есть по его желанию? По его желанию. Ну, и в завершении мне хотелось бы у вас спросить, скажите, вот куда обращаться к гражданам по вопросам, связанных с работой Фонда социального медицинского страхования или ненадлежащим оказанием услуг? Если есть у вас такие колл-центры, телефоны, назовите их, пожалуйста. Ну, и следующий вопрос, с чем обращаются к вам люди? Что они просят, позвонив вам на горячей линии? Существует у нас колл-центр. Основной миссией фонда является финансовая защита от непредвиденных высоких расходов наших граждан, улучшая качество оказываемой медицинской помощи. И у нас обратная связь есть с населением, есть колл-центр по номеру 1406 могут обратиться, есть успешно сейчас работает и внедренное приложение, мобильное приложение колл-центр. Туда могут установить свое данное приложение и задавать вопросы. Но в настоящее время много вопросов больше справочного характера касательно взносов, касательно пакетов, медицинской помощи. То есть по этим номерам всегда они могут обратиться и мы ответим на все вопросы оперативно. С какими вопросами чаще всего приходится сталкиваться? Вот ранее вы озвучили как раз таки много вопросов касательно выбора клиник, касательно взносов, сколько должен оплатить, вопросы по единому совокупному платежу, сколько там если я оплачиваю, могу ли я претендовать, мой статус будет застрахован. Ну и конечно бывают вопросы по качеству. Мы всегда требования у нас к медицинским организациям, поставщикам, чтобы всегда улучшили качество оказанной медицинской помощи. По данным вопросам индивидуально с каждым пациентом отрабатываем совместно с медицинской организацией и отвечаем на все вопросы. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня активно население в желании своем застраховаться в обязательном фонде медицинского страхования и взять на себя частичку ответственности за свое здоровье? Основными принципами внедрения системы обязательного страхования солидарна ответственность работника гражданина тоже. Он тоже должен нести ответственность за свое здоровье. На сегодня актуальным вопросом по статусу застрахованности в Палматинской области есть жители, которые еще не застрахованы. мы сделали портрет где-то 70% как раз таки являются самозанятыми лицами. Через вашу программу призываем наше население, чтобы они смотрели. Есть разные виды плагины, где можно узнать свой статус застрахованности. Если не застрахован, призываем всех страховаться. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы нашли время прийти к нам в студию прямого эфира и просветить нас по всем интересующим вопросам Фонда социального медицинского страхования. В свою очередь я хочу пожелать нашим телезрителям здоровья, чтобы они меньше болели, ну а в случае, если понадобится медицинская помощь, чтобы вы могли ее получить качественно и в срок при помощи опять же таки Фонда социального медицинского страхования. Всего вам доброго, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова